Вот с чего я хочу начать. Совершенно очевидно, что любая деятельность человеческая вообще, ну и научная в частности, базируется на том, что есть какой-то социальный заказ, социальный интерес, он привозит с собой, соответственно, финансирование, ну и так далее. Такой социальный заказ, и ученые его до некоторой степени выполняют. Соответственно, есть какие-то мировые глобальные проекты, которые тут выполняют вот этот самый социальный заказ, соответственно, наиболее точно в него попадают. И вот в начале этого года одна из самых хорошо финансирующих наук у стран Соединенные Штаты объявила о том, что она запускает программу Brain вслед за геномом человека, то есть программу, в которой будет изучаться коннектом мозга. Я про это говорить не буду, это не моя профессия. Я не про это. Я про то, что сразу же пошли многочисленные интервью о том, как это будет устроено, кто будет работать, и в итоге вроде как люди, которые хотят это сделать, планируют построить искусственный разум, не разум, но это слово произносится. Так вот у меня возникает вопрос. Предположим, мы финансируем запуск космического корабля для того, чтобы точно долететь до зеленых человечков. Почему до зеленых? Потому что мы так придумали. А что это такое разум? Кто-нибудь смог ответить? То есть мы отправляемся в маршрут с большими ресурсами, с большими деньгами, с огромными мирового масштаба усилиями по маршруту, который непонятен, потому что мы хотим в результате этих экспериментов выстроить, но в конце концов мы хотим понять психику. Я прекрасно понимаю, что мои лекции пользуются меньшей популярностью, чем лекции нейрофизиологов, но я ни секунды не сомневаюсь в том, что на эти лекции люди ходят тоже, чтобы узнать в конце концов что-то о себе. То есть на самом деле такая вот, ну как бы косвенный заход на психологию есть, но прямого запроса нет. Почему-то. Мне кажется, что это странно. И вот сегодня я планирую вам рассказать ровно о том, почему так происходит, как мне кажется. Сегодня, вот сейчас, в начале 21 века, человек, который занимается психологией, планирует ей заниматься, или занимается научно, или просто интересуется, оказывается в рамках очень жёстких проблем. Вот я шпаргалку просто хочу себе открыть. Очень жёсткой такой дилеммы. Его плющат со всех сторон. С одной стороны, физики, биологи, химики, те же нейрофизиологи считают наши подходы ненаучными. Они говорят, что это всё недостаточно строго, и спорить с ними на этой почве, ну прямо крайне сложно, я к этому вернусь. С другой стороны, те, кто формирует запросы, там те же организаторы программы Brain, они говорят о том, что надо бы разум как-то определить бы, найти определение. Дайте сознание, это что такое? Ну скажите, наконец. Давайте попробуем разобраться, откуда взялась такая дилемма, и в какой ситуации находится знание, которое я здесь представляю на сегодняшний день, именно поэтому лекцию и назвал. Она такая, ну вроде как стартовая для серии, которую мы назвали «Как устроена психика человека». Мне бы хотелось старательно рассказать вам о том, что я про это знаю. Так вот, я планировал это как стартовый такой вводный сегмент для того, чтобы объяснить, а что, собственно, мы знаем в принципе, и на что мы можем рассчитывать. Не хотелось бы создавать никаких, ну неадекватных иллюзий. Я хотел бы честно отчитаться за то, что я могу и что не смогу вам рассказать. Многие параметры знания, и я всегда, начиная с этого знакомства со студентом первого курса, упираются в психику живого человека, который, соответственно, эти знания воспринимает. Ясно, что знания не существуют где-то в безвоздушной среде, они обязательно находятся в чьей-то голове. И в этом смысле ужасно горжусь. В принципе, любая наука, это так или иначе психология, потому что она в чьей-то голове находится. Но на самом деле не любое это понимание наука. Один из моих, ну таких виртуальных, естественно, дорогих учителей, человек, который стоит на вершине, наверное, пантеона российской психологии, Лев Семенович Выгодский, в свое время сказал крылатую фразу, которую мы все любим повторять. Автор литературного описания характеров также мало занимается психологией, как автор романтических стихов о звездном небе мало занимается астрономией. Следовательно, не любая попытка так или иначе подходить к изучению человека психологии является, надо понять, какая именно. Вот давайте посмотрим. Сейчас я начну во многом транслировать господина Рассела, которого я тоже обожаю, и его соратников, для того, чтобы объяснить, какая эволюция произошла, условно говоря, в других науках, и какая, к сожалению, пока не произошла в нашей, в каких тисках вот лично я и мои коллеги находимся. Вот как про это рассказывает Рассел, я просто пересказываю его взгляд, он кажется мне крайне симпатичным и очень многообъясняющим. Значит, когда человечество научилось качественно шлифовать стекла, то, естественно, кто-то захотел взглянуть, помните Умберто Эко, да, там герой, у него очки, это айфон восьмого века того времени, все смотрят на них, удивляются, какое это чудо. Значит, соответственно, когда уровень шлифовки стекол достиг такого уровня, что мы смогли смотреть через два стекла, то появился телескоп Кеплер, Галилея, они посмотрели на небо, и Кеплер, соответственно, увидел, сейчас я не про него хочу рассказать, про другое, естественно, увидел самую большую планету Солнечной системы Юпитер и спутники, которые вокруг него, он, естественно, захотел всем об этом рассказать, немедленно, и пошел рассказывать. А дальше начинается психология. Университеты в Европе существовали с 12-13 века, то есть они в тот момент уже были, соответственно, была профессура, были ученые, и все это было, и Кеплер пошел им рассказывать про то, что он увидел. Вопрос, что они ему ответили? Ответили они ему дальше, опять же, чистая психология. Ответили они ему, что они вот этого его приспособления смотреть не будут. Самый интересный мотив. Почему они не будут туда смотреть? Они будут туда смотреть, потому что разве Христос воскрес не на седьмой день? Разве в богослужебном подсвечнике не семь свечей? Как же планет может быть не семь, а больше? Это же некрасиво. А потом, соответственно, когда возникло, ну это уже сто лет спустя, взгляды на то, как движутся планеты, ну не сто лет спустя, там полвека спустя, оказалось, что они движутся по некрасивой траектории. Это не круг и не шар. Это что-то такое странное очень часто. Это же некрасиво. Вот вам принципиальная разница между мышлением научным средневекового человека и мышлением современного человека. Рассел пишет, что с людьми, которые жили в начале 16 века, мы бы не нашли общего языка, потому что мы видели мир по-разному. С людьми, которые жили в конце 16 века, мы бы уже легко нашли общий язык, потому что в принципе, фундаментально, мы видим с ними мир более или менее одинаково. Мы и люди конца 16 века, ну условно говоря, то есть момента, когда это было социально принято, хотим понять, как на самом деле. Люди начала 16 века хотели понять, как красиво. И истина казалась им красивой, а не чему-то соответствующей. То есть религия, которая управляла познанием людей долгие века, сначала отдала им, условно говоря, землю, разрешила путешественникам путешествовать и узнать, что на самом деле есть другие берега и страны. Открылась Америка. Потом отдала небо, Галилей. Мы узнали, что оказывается, прикольно, мы не в центре Земли. И вообще это все вращается вокруг Солнца и нет небесных сфер, то есть мы сильно не в центре. Но в отношении людей, как это ни парадоксально, подобной переменной социальной пока не произошло. Я ее не чувствую. Загляните в любой журнал, глянцевый, более или менее, и вы ни в одном из них не найдете рецепты изготовления философского камня, который превращает любой металл в золото. Потому что химия давно объяснила, что это абсурд, и никакой здравомыслящий человек искать такой рецепт не будет. С вечным двигателем более или менее та же тема. Но загляните в любой журнал, и вы найдете там гороскоп. И людей, которые будут драться за мной, говоря, что это звезды, вот они указали. Будет немало, уверяю вас, я сталкиваюсь с ними каждый день. Но ведь это то же самое средневековье. Теперь задумайтесь, а почему эти звезды, почему они другие? Почему Вселенная бесконечная, какие-то звезды на нас влияют, но есть куча людей, которые относятся к этому более или менее серьезно, никто не тыкает в них пальцем и над ними не смеется. На самом деле в общественном сознании вот эта перемена, я не хочу никого бронить, я не говорю, что такое хорошо и что такое плохо. Я хочу сказать, что в сознании абсолютного большинства людей в отношении, условно говоря, естественных наук произошли радикальные перемены, радикальные. А в отношении самих себя этой перемены не произошло. И вот вам президент Обама, который инвестирует там какие-то невероятные деньги в изучение мозга и говорит, что он разум хочет найти. А что это такое? Что значит это слово? Вот он говорит о чем? Как можно перевести это на язык психологии? Мой ответ – никак. Это из области философии. Но найти то, о чем мы абстрактно рассуждаем, невозможно, потому что предметно там куча всяких разных явлений. Ну, об этом можно было бы задуматься. Соответственно, президент мог бы прочесть какие-то книжки и узнать, о чем реально можно говорить, но он, как представитель, условно говоря, населения, массового сознания, ни с чем необходимым это делать. Он хочет найти разум. Я знаю, что сказала бы его супруга. Она бы любовь захотела найти, не сомневаюсь ни секунды. Это очень жесткие, очень серьезные рамки, в которых мы находимся. Люди, которые хотят что-то узнать о психологии, спрашивают нас об этом, на самом деле не вполне готовы принимать реализм в этой сфере. Еще раз повторяю, найти человека, который бы до сих пор, ну я исключаю жену футболиста Жиркова, который бы считал, что солнце вращается вокруг Земли до сих пор, значит, такого человека найти достаточно сложно. Но вот найти человека, который бы считал, что в конечном итоге явление человека, может быть, не он лично, но кто-то является совершенством, вершиной эволюции, обладает какими-то разумом, любовью и другими ключевыми, значимыми свойствами, которые, ну повторяю, да, психология не знает, как определить, но просто она дура и не знает этого. Таких людей сколько угодно. Это очень серьезная ситуация, и я абсолютно уверен в том, что в самое ближайшее время на наших с вами глазах произойдет перемена, какая-то революция, которую мы переживем, потому что жить так дальше нельзя. Совершенно ясно, что наше здравое отношение, научное, если угодно, дискретное, дискурсивное отношение к себе, любое, ну тут много можно подобрать признаков, оно востребовано. Потому что есть социальный заказ. Мы хотим иметь поисковые системы, которые будут вываливать на нас не гору информации, а именно то, что мы конкретно и хотим. Мы вынуждены учиться водить автомобиль, а это неправильно, потому что мы должны садиться, автомобиль должен нас как-то оценивать и ехать так, как нам удобно. Системы должны приспосабливаться к нам, самое главное, что это совершенно реально. Технических проблем для этого? Ну мне кажется, уже некоторое время нет, или по крайней мере в ближайшее время не будет. А вот психологический барьер, серьезный, есть, потому что мы прекрасные и совершенные, по-прежнему, но повторяю, наше вот такое несколько средневековое мышление нас не вполне отпустило в направлении самих себя. Мы не готовы примириться с этой мыслью и почувствовать такой же реализм, какой почувствовали-таки те самые профессора 16 века, признав, что планет не 7, хотя число некрасивое, но можно что-то искать. Почитайте заголовки даже какого-нибудь вполне себе научного сайта. Вот я просто торопился на лекцию из области психологии, повторяю, научного, я не хочу, там исследователи Ельского, Гетеборгского, еще какого-нибудь университета, они же все это нашли и исследовали. Характер мужчины определяют его домашние животные. Это психологи открыли. Что вы думаете по этому поводу? Это наука? Ну вот тут у меня даже не буду. Опрос показал мужчины счастливее женщин. Согласен. А счастливее это что значит? Вы исследовали что? Что значит это слово, которое вы положили в основу своего исследования? А в чем речь? Исследование вполне себе беспредметное. Увы. Ну что происходит в этой связи в родном отечестве, я еще чуть позже расскажу и к этому вернусь. Значит, первая граница, стена, барьер, в которой мы постоянно упираемся, и это так, и это каждый день так, уверяю вас. Это массовое сознание, которое более или менее научное, то есть конкретное, предметное, исследовательское отношение к человеку, ну допускает, прямо скажем, с большим треском. Не было еще в психологии своего Галилея, условно говоря. И вот это вот, а все-таки она вертится, были сказаны эти слова кем-то или не были, оно в отношении человека не прозвучало. По крайней мере, я не знаю, кому приписать. Это же не значит, что до Галилея не было ученых, исследователей, но этой точки я пока не вижу. И она, конечно, должна быть, чтобы мы двинулись дальше. Но это только с одной стороны. Есть другая сторона. Ученые, которые практикуют в области наук, уже переживших эту революцию, физика, химия, биология, нейрофизиология, то есть люди, которые пользуются методами, так сказать, большой науки, не знаю, там, критерий Попера, фальсифицируемости, все остальное, за этим стоит философская концепция, достаточно серьезная, они тоже предъявляют к нам серьезные претензии. Они говорят, что наши методы недостаточно строгие. Вот какая история примерная этого вопроса. А, да, ну, во-первых, ослой психология. Просто для справки, оно появилось как раз тогда же, примерно в 16 веке, его предложил Гоклениус. Оно использовалось немножечко в другом контексте. Впервые оно использовалось христианом Вольфом в 18 веке в книжках «Рациональная психология» и «Эмпирическая психология», примерно уже в том значении, вот которым мы теперь его себе представляем. То есть рождение этого слова произошло примерно в ту же самую эпоху. А вот с наполнением произошло намного сложнее. Итак, научный подход. Точно указать место рождения именно научной психологии невозможно. Вернее, место можно, время сложно. Место то же самое, какое место рождения всех остальных наук. Практически это Германия 19 века. Как известно, язык науки 19 века был немецким, не английским, как сейчас, но после латыни. Соответственно, все авторитеты жили там. Хотя для нас-то это скорее как раз Дарвин, он говорил по-английски. Но к началу 20 века у психологии, как науки, сформировался уже состоявшийся тот самый комплекс, о котором мы говорим. То есть почему другие науки, вот они, поезда ездят, электричество есть, автомобиль, открытие есть, психологи, паровая машина. А что психологи дали? Как можно использовать их знания? Они занимаются ерундой. И вот в 1929 году этот факт выразился в том, что Эдвин Боринг, знаменитый американский психолог, издал свое такое фундаментальное на тот момент всеми изучавшееся руководство, которое называлось экспериментальная психология, то есть психология, построенная на эксперименте. Первый учебник такого рода, в котором он нашел, откуда же она началась. Оказывается, первая психологическая лаборатория, она действительно была, ее еще в 1879 году организовал Вильгельм Вунд. Повторяю, до 1929 года и до Боринга о том, что это все организовал Вунд, именно с него началась психология, этой идеи в тот момент не было. Вот у нее есть автор. Занятно, что этот же самый автор, переиздавая свой учебник 30 лет меньше спустя, в 1950 году, 20 лет спустя, как у Дюма, от этой идеи уже отказался и, в общем, эту самую лабораторию в центр своих знаний ставить не стал. Смотрите, что происходит с психологией, с психикой людей, которые обосновывают, простите за оксюморон, обосновывают обоснованность психологического знания. Они строят историю науки не на том, что открыто. Вунд ничего не открыл. Он поставил в свою лабораторию метроном и заставлял людей заучивать количество щелчков, которые они помнят. На самом деле он исследовал объем кратковременной памяти, как мы теперь понимаем, но ему тогда казалось, что он исследует объем сознания. В моде была или вот-вот рождалась психология Джеймса, Уильяма Джеймса, которая называлась «Психология сознания». Никаких открытий сделано не было, но появился метод. Соответственно, рождение огромной науки связывают с рождением метода, а не с какими-то де-факто сделанными открытиями. Повторяю, не было там открытий. Ничего такого интересного он не открыл. А вот метод, да, значит, он научный. Это нужно было обосновать. Вот, соответственно, Боринг обосновал. Почему? Мы начали с этого. Наука – это социальная деятельность. Чтобы она продолжалась, нужен социальный заказ, нужны инвестиции. Извините, психологам никто денег давать не хотел, чтобы было непонятно, зачем их давать. Ну, что, собственно, такого они могут исследовать? Вот этот комплекс преодолевался в 20-е годы, был успешно преодолен, были проведены Хоттернские эксперименты, мы к ним чуть позже еще вернемся, и разные другие. Появилась эргономика, родилась примерно в то же самое время, ну, не совсем психологами, но благодаря психологическому знанию кверти-клавиатуры, которой вы пользуетесь, эргономика управления автомобилем и многие другие вещи, которые помогли человеку взаимодействовать с той техникой, которую так или иначе предоставлена физика и химия. Ну, и другие научные открытия. То есть, на самом деле, этот комплекс был преодолен. Вот Боринг, соответственно, свою идею о рождении метода и снимает к 50-м годам. На самом деле, уже в начале 20-го века, в 1900-м году только в Соединенных Штатах было более 40 психологических лабораторий. В Европе их было намного больше, в Германии, которая была научным центром, ну, до Первой мировой войны, было тоже куча всяких разных лабораторий. Реально, повторяю, эта психология вот чисто комплекс. Исследования велись, они велись, научная деятельность производилась, все упиралась в переживание того, что вот у физиков и химиков как-то вот прямо точно-точно, а тут как-то все вот не настолько. Хотелось просто преодолеть вот это какое-то переживание. Многие из великих, я упомянул это в анонсе, великих физиков, химиков, биологов, там тот же Паули, который дружил с Юнгом, в какой-то момент пытались продвинуть свои знания в направлении изучения психики, но в конечном итоге всем хочется понять, как же этот человек устроен. Всем хочется как-то это к психологии прикрутить. Повторяю, психологический барьер здесь больше работает, чем какая-то объективная проблема. Очень интересный сюжет сложился в нашей родной стране. Собственно, он продолжается до сих пор. Напоминаю, что наша родная страна, ну, в смысле, та предыдущая, в которой я, например, родился. То есть Советский Союз была единственной страной в мире, которая, ну, насколько мне, по крайней мере, известно, говорила о том, что она основана на научном методе, то есть на марксизме. И вот наука, соответственно, из нее проистекает государственное устройство. К сожалению, впоследствии оказалось, что ученые как-то неправильно занимаются наукой. Их посадили на пароход и отправили из страны, потому что они неправильные. А правильной наукой стала заниматься партия. Но единственная вот эта самая научная идея, соответственно, когда возникала психологическая проблема, не знаю, муж изменяет, разве шли к психологу, нет, шли к проторгу. Значит, соответственно, главным психологом были те люди, которые реально осуществляли психологическое консультирование. Если вы, не советую, но когда-нибудь в ранге прогулки окажетесь на территории психиатрической больницы имени Ганнушкина, вы увидите там интереснейшую вещь. Если пройти через вахту, ну, там сидят охранники, у них овчарки, соответственно, потом там такое довольно симпатичное отделение с решетками на окнах для справки, это буйное. Потом стоит прекрасный, давно не видел, но раньше был такого голубоватого оттенка здания, львы, лестница красивая, так это институт сексологии академический. Если вы хотели решить свою проблему такого рода, милости, добро пожаловать на территории психиатрической больницы имени Ганнушкина. Вот вам модель этого самого отношения. Соответственно, психологи, то, что у нас называлось этим словом, были ли учеными? Безусловно, ну, конечно, это были очень серьезные, достойные люди, но занимались они в основном философией. Соответственно, когда времена изменились, 20 с небольшим лет назад у нас стала другая страна, на место, ну, вот этот вот сам по себе параметр, вот этот подход, на философии все должно быть основано. На место Маркса, который не в моде, пришли Аристотель, Гегель, и мы теперь рассуждаем о них. Опять же, вместо того, чтобы заниматься психологией. Это реальная практика. Очень странно, на лекции, я, правда, никогда на такой лекции не был, но это моя импровизация, догадываюсь, на лекции по ядерной физике половину лекции посвящать Аристотелю. Ну, было бы странно. Так вот, на лекции по психологии в университете запросто. Мы находимся в этой очень странной ситуации в отечественной науке до сих пор, когда психологи рассуждают о чем-то вполне себе философском, высоком, не пытаясь вернуться к той модели, которая постепенно, повторяю, да, движется к какой-то революции, но все-таки идет во всем остальном мире. Психология – это психология, и она наука, и у нее есть методы, и мы сейчас к этому вернемся, а философия – это философия. Это все-таки другая какая-то история, между ними должна быть какая-то граница, ну или это одно и то же, и нет смысла. Для того, чтобы понять, каковы же на самом деле эти вот методы психологии, я принес этих самых вот человечков, давайте про них немножечко сейчас поговорим. Смотрите. Вот у нас… Что ж ты не стоишь, милый, не падай. Вот у нас есть объект изучения, который мы собираемся изучить, и объект этот называется человек. Вопрос. Какие методы мы можем к нему приложить? Ну каким методом мы можем его изучать? Мы можем разобрать его на части, даже вот так можем совершенно спокойно, вот так. Но от целого в этом ничего не останется. Изучение того, как работают отдельные структуры, к сожалению, лишает вот эту пирамидку в целом свойства быть пирамидкой, она перестала ей быть. Следовательно, для того, чтобы получить вот эту самую психику, какое-то знание о ней, которое продукт целого человеческого организма, не побоюсь этого слова, избегал бы слова целого мозга, потому что именно организма. Нужно применить какие-то методы неразрушающие, при помощи которых мы туда не влезаем. Нужно применить методы, которые, собственно, наука психологии выработала, это наблюдение, тестирование, разного рода подходы, которые позволяют нам изучать в целом и больше никак. И вот здесь возникает, простите, ну я тоже учился в нашей стране, буду вынужден процитировать философский словарь, потому что деваться мне от него некуда. Может, меня так научили, может, правда, не могу без этого обойтись. Если мы с вами заглянем в философский словарь, большой академический, то мы узнаем, что по мнению авторов этого словаря, там группа авторов, и под каждой статьей нет подписи, поэтому я не могу сказать, кто конкретно, ну, по крайней мере, мне это не удалось выяснить. Может быть, в общем, по мнению редакторов большого философского словаря, редакторов, в основе научного подхода психологического лежит теория, которую они называют теорией актуальности. Название происходит от глагола, от существительного, от дефиниции акт-событие. То есть мы видим акт, событие, действие, а источников его не видим. Как только мы начинаем искать источники, к сожалению, мы перестаем видеть события. То есть по мнению авторов большого философского словаря, просто не хочу под этим подписываться сам, это была бы уж очень решительная подпись, ссылаюсь на авторитет. Невозможно в психике человеческой увидеть некую статическую фазу. Вот мы ее заморозили и увидели. В ней можно увидеть только динамическую фазу, действие. Как только мы начинаем искать, откуда она происходит, мы разрушаем сам по себе предмет. Как мы разрушили, соответственно, вот мы потеряли, она уже больше не пирамидка, она части. По крайней мере, так я понимаю этот подход. Там довольно интересная статья, физический акт, возможно, безлежащий в основе субстанции. В общем, много разных параметров. Для нас важно понимать, в этом смысле, по крайней мере, я для себя это так понимаю, что психология, которой я занимаюсь всю жизнь, наука идеалистическая. То есть в значительном числе случаев нам придется при наличии желания отказаться от средневековья и реалистично понять, а что же, собственно, такое психика, как она устроена и что в ней происходит. Во многих случаях нам придется отказаться от очень жгучего желания объяснить себе, откуда это взялось, из какого субстрата. Вот в этом месте нейрофизиологи, по крайней мере, те, с кем я знаком, говорят, что есть в мозге точка Барака Обамы, о которой мы уже говорили, извили на бабушке. Если человеку просканировать мозг, когда он думает про бабушку, возбуждение всегда в одном и том же месте. Про Обаму, ну, американцы измеряли, тоже в одном и том же месте. Теперь объясните мне, факт нашего знания, что когда человек размышляет о собственной бабушке, и у него что-то активируется внутри мозга, нам какую информацию дает о том, как человек к своей бабушке относится? Вот мы какую информацию из этого можем извлечь? Но теперь откройте любой журнал, и вы обязательно, ну, просто 99% гарантии увидите, что-нибудь новое исследовали и обнаружили, что вот в мозге это место активируется, следовательно, с ним связано. Ну да, связано. А как? Как связано-то? Зачем нам это знать, что в этом месте, если мы не знаем, как? То есть, с точки зрения постановки вопроса психологического, содержательного, мы ничего от этого знания не получили. Ноль. Поэтому мне очень нравится статья про теорию актуальности. Она очень хорошо описывает именно то, с чем я сталкиваюсь при необходимости объяснять, как устроена психика человека. Она хорошо мне объясняет, откуда у меня отсутствие ответов на некоторые вопросы? Вот я с ней согласен в этом смысле. Чрезвычайно согласен. Мне кажется, ну, это такая ремарка на полях, что ко многим наукам на самом деле вот это вот самое относится. Мне кажется, что и в физике куча всяких таких разных проблем, для которых однозначного решения нет и не предвидится. ну, мне кажется, что люди смирились с тем, что вселенная непонятно, где заканчивается, и в их сознании она практически безграничная, не зная, как на самом деле. Так вот, почему бы так же не относиться к себе, мне совершенно непонятно. Призываю к этому. И мне кажется, что только этим путем можно получить какое-нибудь содержательное психологическое знание. Ну, вот как-то так я бы метафорически это выразил. Что во многих случаях за научные факты, то есть за то, что открыто исследовано является фактическим найденным. Есть возможность принять артефакты, что-то искусное. Ну, в истории естественных наук таких случаев тоже полно, когда люди делали заявления о сделанных открытиях, потом оказывалось, что они более-менее сами их придумали, потому что очень хотели это открыть. Это называется эффект пигмалиона. Они так хотели, чтобы эта глотая ожила, что им казалось, что она ожила. Но у нас-то психика есть с двух сторон. И, следовательно, существует серьезная опасность, которая заключается в том, что за феномен, произведенный как-то объективно средой событиями, мы можем принять чисто психические чьи-то переживания. Сейчас попробую проиллюстрировать. Смотрите. Значит, артефакты, то есть искусственные факты, те, которых нет, это не то, что мы исследовали. Это помехи, привнесенные чьими-то переживаниями. Могут возникать в нашем случае в психологическом в трех режимах, в трех источниках. А повторяю, у всех других ученых только в одном. Эти артефакты, искусственные факты могут быть порождены во всех науках только психикой испытателя, исследователя, ученого. В нашем случае возможен результат, когда они порождены психикой исследуемого. Или сочетанием обеими психиками сразу тоже такой вариант возможен. Например, артефакты, которые появляются на стороне испытуемого. Когда мы хотим увидеть факт, результат исследования, а на самом деле его там нет. Самый знаменитый артефакт испытуемого, то, что возникает на стороне, кого мы исследуем, это широко известный в медицине эффект плацебо. Мы берем две группы, одним даем лекарство, другим даем таблетку, которая состоит из мела, из балласта. Обе выздоравливают одинаково. Что породило выздоровление той второй группы? Их психика. Был факт? Нет, это артефакт. Но в любом психологическом исследовании это может быть. Но это как раз не самый красивый, это самый простой эффект. На самом деле есть куда более сложный. Вот тогда же, в двадцатые годы, Боринг, вы помните, двадцать девятый, комплексы психологического сообщества. В нашей традиции это называется открытый кризис психологии, переживания по поводу того, что вот у нас недостаточно точные знания, мы не приносим пользы, дайте нам денег. Хоторнские эксперименты. Хоторнские эксперименты, эффект Хоторна так называемый происходит от названия города Хоторн. Это не имя собственное. практически все известные американские психологи и значительное количество европейских поучаствовали в этих экспериментах. Они продолжались более пяти лет. Происходили на предприятиях компании Хоторн Вокс. Насколько я понимаю, она как-то связана исторически с нынешней General Electric. Ну, в общем, там, вот это теперь ее наследователи. Компания Хоторн Вокс производила сложную электронную аппаратуру по тем временам, а именно электрические реле, которые состояли там из 20 или 30 очень маленьких по тем временам, но 20-е годы элементов, которые нужно было тщательно собирать. Так же, как сейчас айфоны собирают китайские женщины, точно так же по преимуществу эти реле собирали женщины американские в этом местечке Хоторн. Они сидели и вот собирали. Было понятно владельцам компании, что производительность труда, то есть способность выпускать больше или меньше реле, производить больше или меньше брак, упирается только в одно, в психику этих самых работниц, что возможность как-то более или менее психологически на них воздействовать, приведет к прибыли. Поэтому они вложили свои деньги в исследование, исследование продолжалось 5 лет. Происходили они так. Группу работниц, которые и так выделялись по качеству работы, впоследствии оказалось, что эта группа была набрана, ну, прямо скажем, психологически, научно, не очень точным образом. Тех, кто работал не очень хорошо, оттуда выкинули сразу. Значит, их, но это уже последующие примечания, посадили в комнату, заперли и стали проводить с ними метод, исследование методом, который очень широко используется в психологии, методом факторного анализа. То есть сначала выявили максимальный круг факторов, который может воздействовать на их производительность, потом стали их исключать. Сначала им повышали зарплату, увеличивали перерыв, улучшали рацион в столовой, улучшали условия освещения, потом стали все это ухудшать, посмотрели, что будет. Обнаружилось, что пока мы улучшаем условия труда, увеличиваем зарплату, перерывы, освещение и все остальное, производительность труда делает что? Растет, но до какого-то порога. А дальше уже, как зарплату не увеличивай, как условия не улучшай, ну все, она уже не увеличивается. Но Хоттерн-эффект не в этом состоит, он в другом. Оказалось, что если теперь начать уменьшать зарплату, ухудшать условия труда, укорачивать перерыв, производительность труда не падает. Она остается такой же, какая есть. Потому что эти женщины знают, они участвуют в эксперименте, они занимаются некой важной деятельностью. Именно в этот момент родилась идея материального, морального стимулирования, почетные грамоты, то, что у нас в стране называлось социалистическое соревнование и так далее. Есть две стратегии. Получить высокую производительность. Платить высокую заработную плату, чтобы человек боялся ее потерять, дорожил ей и, соответственно, вот старался. Другой вариант – ничего не платить. Так делают, например, в религиозных сектах. Люди еще свое приносят. Но говорите им, что они участвуют в каком-то очень важном, существенном, значимом деле, и производительность будет столь же высокая, как и при высокой зарплате. Это называется хоторный эффект. Смотрите, это ведь артефакт. На самом деле реального психологического последствия нет. Если переводить на эффект плацебо, то мы получаем следующее. Плацебо. Одной группе даем лекарство, другой пустую таблетку, обе выздоравливают одинаково. Хоторный эффект. Одной группе даем лекарство, другой группе ничего не даем. И смелым таблетки не даем. Мы просто им говорим, что они принимают участие в научном эксперименте. И обе группы выздоравливают одинаково. Вот что такое хоторный эффект. Артефакт испытуемого. Факта нет. Лекарство их не лечило. Психика породила эффект. Полностью. Но это еще не все. На самом деле можно дальше пойти в этом деле. Существует так называемый эффект Зайонца. Он называется по имени психолога Зайонца. Это не маленький заяц. Это фамилия такая. Довольно знаменитый человек, оставивший свой след психологии в 20 века достаточно большой. Эффект Зайонца это так называемый эффект аудитории. Смотрите, в чем он состоит. Если мы берем две группы испытуемых. Одной даем таблетку с лекарством. Другой, напоминая плацебо, даем с балластом, выздоравливают. Окей. Хоторн. Ничего не даем. Говорим, что в эксперименте принимают участие, выздоравливают. Зайонца эффект. Одной даем таблетку с лекарством. Другой ничего не даем и ничего не говорим. И все равно они выздоравливают. Почему? Каждый из вас про себя знает, что если вы абсолютно уверены в том, что сейчас вас никто не видит и не слышит, и никогда не увидит, вы готовы делать очень многие вещи, которые никогда не сделаете, если у вас есть хоть малейшее подозрение, что за вами может кто-нибудь наблюдать. То есть сам факт наличия другого человека рядом радикально меняет поведение. Как только рядом оказывается другой человек, поведение меняется. В присутствии других вы не готовы сделать многие вещи, которые готовы, если вы уверены, что других нет. Это очень интересный вопрос, который в психологии дискутируется очень давно. У нас был великий психолог начала века, это 906 год, сейчас не буду уже играть по бумажке, Александр Лазуцкий, который издал книжку. Это очень интересный вопрос, который в психологии дискутируется очень давно. У нас был великий психолог начала века, это 906 год, сейчас не буду уже играть по бумажке, Александр Лазуцкий, который издал книжку о естественном эксперименте, но он это подразумевал педагогическую технологию, очень модную тогда, в начале 20 века. Речь идет о том, возможно ли в принципе, в принципе возможно ли провести какое-либо исследование человека в тех же условиях, которые являются для него естественными. Малейшее подозрение, что рядом есть другие люди, вообще моментально меняет поведение. То есть, соответственно, факты уходят, артефакты приходят, и люди начинают выздоравливать без всяких таблеток. И даже без сообщения об участии в эксперименте. Вопрос, как это все фильтровать, остается очень сложным. И вот вам еще один параметр, по которому очень сложно предъявлять претензию, а почему, собственно, о психике что-то узнать можно, а что-то нельзя. Ну, обсуждать вопрос по поводу психики испытателя, то есть исследователя, наверное, нет смысла. В естественных науках это направление разработано широчайшим образом. Там, соответственно, эффект пигмалиона. То есть я хотел увидеть факты, я их увидел. Там эффект первого впечатления. Но мне так кто-нибудь сильно понравился, что я, в общем, дальше уже не присматриваюсь. Отсюда, например, истина, которая простая связана с приходом на собеседование, знакомством с барышней, или вообще с приходом, не знаю, там, знакомиться с родителями партнера. В первый момент надо делать что? Американцы говорят, что надо делать? Конечно, надо улыбаться, чтобы первое впечатление... Только надо сразу перестать. Дальше улыбаться уже не нужно. Первые пять секунд этого достаточно. Пять, семь. В этот момент складывается первое впечатление. Откуда этот эффект психологический? Мы внутри себя, каждый из нас... Пинай микрофон, сори. Каждый из нас уверен, что он прекрасно разбирается в людях. Если мы их как видим, мы сразу же все про них понимаем. Вот какое первое впечатление у нас есть, все, мы все поняли, сразу. И дальше переубедить себя в том, что это не так, намного сложнее, чем сложить впечатление в первый момент. Задумайтесь, как много факторов влияет на первое впечатление. Раса. Черные, белые. Пол. Социальная группа. Люди другого пола, другой расы, другой социальной группы нам сразу как-то не очень нравятся. Они нам сразу как-то не очень понятны. И наши первые впечатления о них сразу намного негативнее, чем о людях своей расы, пола, группы и так далее. Вот вам вопрос исследования. Они как-то сразу нам не нравятся, и все. В жизни, в жизни. Но на самом деле здесь идея состоит в том, что любая книжка, которая называется словом психология, просто психология, без комментариев, вы берете книжку, которая называется психология. В этой книжке написано про психологию белого мужчины. Про психологию А, не белых, и Б, не мужчин мы знаем несоизмеримо меньше. Несоизмеримо. И это следствие того, о чем я говорю. Во многом. У исследователя тоже есть психика. И он исследует тех, кому его исследовать комфортно. Мы не можем запретить ему это вот никак, что мы не можем вынуть его естественную психику и вложить. У физика, биолога, химика нет таких проблем. А у нас есть. Ну и наконец, возникает третье поле для артефактов, то есть фактов, которых нет, которые мы придумали, которые происходят от психики. Это поле, на котором вот две психики начинают одновременно в неком резонансе произвести эти артефакты. Не из одной, не из другой, а из взаимодействия. Самый распространенный эффект интерперсональных артефактов взаимодействия. Это, ну, не самый, их много. Эффект Барнума или эффект Форрера. Это та самая причина, по которой, например, нам так хочется прочитать в гороскопе про себя правильную информацию. Речь идет о том, что если информация... Значит, Форрер – это психолог, он провел свое знаменитое исследование, сделал это открытие в 1948 году, сразу после Второй мировой войны. Барнум – это основатель американской эстрады, эстрадных представлений, и его именем Форрер назвал этот эффект, потому что Барнум в свое время сказал, вернее, он на афишах своих представлений писал, у нас есть кое-что для каждого. И люди, народ шел. Когда вам кто-нибудь говорит, вот эту книжку надо прочитать тебе обязательно. Вот тебе обязательно ее надо прочитать. Или вам говорят, вот эта кофточка, она вот тебе очень идет. И главное, в Москве ни у кого такой больше нет. Вот правда, у нас единственный последний экземпляр остался. Распродажа – этот последний. Выходите на всех такие. Но вам сказали, что это индивидуально для вас. Вот это и есть эффект Барнума или эффект Форрера. Идея Форрера состояла в том, что он раздал своим студентам личностный тест, очень тяжелый, личностные тесты всегда тяжелые, там 500 вопросов. Они ответили, он сказал, что он проанализирует эти вопросы и даст им личностные характеристики. Когда они пришли, через неделю, там две к нему, а на самом деле он этих тестов взял, порвал и выкинул к черту. А значит, взял гороскоп из газеты, немного переписал, вы можете классический текст Форрера прочитать в Вики, и вам понравится. Значит, он раздал им один и тот же текст и предложил выразить по пятибалльной системе степень соответствия этого текста их личностным свойствам. Ну, вроде он тест анализирует, насколько соответствует. Знаете, какая оценка у вас средняя из пяти баллов? 4,56. Ну, не пять, конечно, кому-то что-то не понравилось. Но он всем раздал одинаковый. Почему? Форрер сказал, что он каждому про него лично рассказывает. Это индивидуализировано. Это артефакт? Конечно. Но факта же не было. Он же не производил исследования. Он реально не анализировал их личность. Но людям показалось, что анализировал. Это факт произошел из двух психик. Короткий пример еще. Знаменитейший эффект, артефакт, эффект Милгрома, который он открыл, тоже Вторая мировая война, в 1947 году. Он пытался разобраться, почему культурная европейская нация, немцы, повели себя таким чудовищным образом. Бросились убивать людей. Почему? Как это с ними произошло? Он хотел это понять. И решил выработать методику, которая бы это позволила. Естественно, методику вырабатывают всегда сначала дом, потом едут в Германию. Он провел знаменитый эксперимент. Вы можете увидеть кадр. Это уже эпоха кинематографа. Вы можете его увидеть на Ютьюбе. Это снято на пленку. Найдите Милгрома, и вы увидите, как это происходило. Когда один испытуемый изучал иностранный язык, знаменитый эксперимент на конформность. Второй был его типа учителем. И того, который изучал, изучал плохо, били электрическим током, чтобы звучал лучше. Но тот, кто был учителем, не знал, что тот, который ученик, он подсадной, он артист, что на самом деле его током никто не бьет. Но этот вот, который учитель, то он этого не знал. Это был настоящий человек. И он увеличивал до 50 кВт. Некоторые увеличивали напряжение, потому что рядом с ними стоял экспериментарь. Да, тот орал, говорил больно, типа не хочу больше учить слова. Все. Не надо мне вашего иностранного языка. Он был готов увеличивать до 50 кВт. Некоторые увеличивали, хотя в их голове, конечно, была мысль о том, что это как-то опасно. Рядом с ним стоял экспериментатор и говорил, нормально, я несу ответственность, все в порядке. Я отвечаю, эксперимент, он согласился, он контракт писал, давай, увеличивай. Не все, примерно 80%, 20% отказывались. Милграм сделал вывод, американцы продемонстрировали столько конформности, что ехать в Германию и исследовать просто нет никакого смысла. Это факт, эти люди действительно хотели насилия над теми? Нет. Они не хотели. Если убрать оттуда из этой конструкции экспериментатора, который психологически давил, они бы никогда этого не сделали. Они не готовы. Толпа болельщиков может натворить такое, что каждый из них в отдельности они милые дети для своих родителей. Нежные и добродушные, но когда они собираются в толпу, начинают проявляться эффекты, которые с их психикой никак не связаны, они какой-то другой совершенно природоносит. Вот вам еще одно ограничение. Вывод. Наши возможности что-нибудь узнать о психике человека сильно ограничены целым рядом параметров. Но это не означает, что психология не является наукой. В значительном числе случаев мы упираемся в психологический барьер вот этого внутреннего средневековья, которое состоит в том, что признать себя в бесконечной вселенной какими-то там муравьями на нашей маленькой планете, даже не муравьями, на нашей мельче, мы готовы, но признать свою личность, свою психологическую структуру чем-то несовершенным из чего-то состоящим, признать себя обладающими ни разумом, ни любовью, большинство из нас в социальном поле мы не готовы совершенно. И пока этой революции не произойдет, к сожалению, ощущение, что психология такая же наука, как физика, химия и биология, у большинства, увы, не будет. Готов ответить на ваши вопросы. Добрый вечер. У меня к вам такой вопрос. Вот вы критиковали нейрофизиологию, насколько я понимаю. Конечно, нет. Изучение психологии, нет? Не считаете ли вы, что будущее, именно чтобы разложить психику человека на кусочки, которая сейчас не получается, что это за методами нейрофизиологии? То есть сегодня, да, мы не можем там узнать, да, мы можем какие-то только глобальные структуры мозга там посмотреть, когда там они активируются, а когда в будущем мы будем знать там по клеточкам и как это все взаимодействовать. Я не критиковал нейрофизиологию, мне об этом в голову не пришло, но так же, как странно было бы критиковать физику, это великая наука. Проблема в том, с моей точки зрения, что прийти можно только туда, куда идешь. Если нейрофизиология пытается исследовать функции мозга, то она исследует функции мозга и не придет к психике, потому что психика находится в другом направлении. Надо понимать, куда ты летишь, чтобы туда прилететь. Заявляет, что путем исследования коннектома, условно говоря, мы построим разум. На мой взгляд, странно, потому что надо сначала понять, где разум, и тогда, возможно, туда нас приведет не исследование коннектома, а что-то другое. Просто мы пока не понимаем, куда идти, и поэтому говорить о том, что мы куда-то идем, вот не понимая маршрута, странно. Я не говорю, что нельзя прийти. Я говорю, что пока эти заявления, мягко говоря, беспочвенные, вот я хочу сказать только об этом, больше ни о чем. Это метафора, потому что я выхожу в поле, в котором я не разбираюсь вообще, совершенно. Но, условно говоря, черная дыра является продуктом вселенной. это не позволяет нам, благодаря факту наличия, что-то про него точно узнать. Это тоже во многом импровизация, очень косвенные сведения. Второе, я выхожу в какой-то, ну, я пытаюсь метафору выстроить, в которой я не понимаю. Вот точно так же здесь. Я уверен, что, ну, разум нет, потому что этот феномен философский, не психологический, но многие психологические феномены, например, сознание, феномен психологический, его можно исследовать, и до его объективного исследования можно дойти. Но у меня нет уверенности, что путь к этому результату это, например, к нектому. Хотя, может быть, я просто не знаю. Давайте определимся с направлениями, и тогда пойдем и будем об этом думать. Вот это все, что я хотел сказать на этот счет. Всю эту лекцию были параллели с квантовой механикой. И психология, и квантовая механика похожие методы исследования, статистические. Наблюдение разрушает систему, то есть, ну, как-то изменяет ее свойства. Но отличие квантовой механики и психологии, на мой взгляд, это то, что у них есть модель, а у вас нет. И вы рассказывали вот эволюции модели. Расскажите ваши мысли о том, как она должна происходить и что из нее получится. Спасибо вам за эту параллель. Мне приятно это слышать, безусловно, потому что мне кажется, что она совершенно правильная и имеет место. Более того, я уверен, что с психологией такая же история, как с квантовой механикой, повторяю, предмет настолько же сложен для изучения, возможен. И я это многократно произносил, и еще раз произнесу, главным барьером к формированию этой модели, гипотетической, которую мы потом будем менять, является психологический барьер. Нам надо снять вот эти все, еще раз, в художественной литературе они прекрасны, разум, любовь и многие другие вещи, которые мы приписываем к психике, но которые невозможно определить, и мы получим эту самую модель. Могу сказать, с моей точки зрения лично, как мы получим ее, какой путь. Этот путь у нас есть. Мне кажется, он удивительный, он возник не так давно, он связан с большими числами. Для того, чтобы понять, как устроена психика, нам нужно увидеть весь спектр разнообразия. Этот спектр еще недавно было увидеть невозможно, что невозможно исследовать всю популяцию всех людей. Но сейчас, благодаря информационным технологиям, мы получили возможность на огромных числах исследовать людей, которые почти все есть в сети. Они так или иначе там себя выражают. И вот это вот, когда появится возможность работать с этими колоссальными, с петабайтами информации, с этими объемами, у нас получится возможность формировать модель на основе анализа, но если не всей популяции, то почти всей. Вот где-то из этого места, мне кажется, родится та самая психологическая модель, которая будет более-менее обоснована, от которой мы будем двигаться дальше. Пока ее просто нет. Вот это место свободно. Стержнем этой модели, с моей точки зрения, будет модель адаптации. Стержнем того, как нас формировала эволюция, было стремление приспосабливаться, приспосабливаться, еще раз приспосабливаться. Вот когда различные варианты адаптации к реальности постоянно меняющиеся, для человека самые разные модели адаптации мы опишем, и сделаем какую-то более-менее статистическую модель, мне кажется, мы получим вот то, что надо, то, чего можно будет отталкиваться. Но тут, повторяю, есть психологический барьер. Пока гороскопы в ходу, не будет в психологии никакой модели, как квантовой механики. Не будет. Потому что пока был флагистон и философский камень, они были прекрасны для своего времени. Всерьез об этом говорить тоже было крайне сложно. Вот в чем штука. Добрый вечер, большое спасибо за лекцию. У меня такой вопрос. Когда вы рассказывали об артефактах, мне не совсем понятно. Получается, продукт психики, который возник в ответ на некоторые действия, назвали артефактом. Но это же продукт человеческой психики. Почему это стало артефактом? Это научно четко признанная позиция в психологии, как в науке? Либо это один из множествых взглядов в ответ на проводимые эксперты? Еще раз, это вопрос, как у Грибоедова, шел в комнату, попал в другую. Что мы исследовали и что мы получили? Совершенно ясно, что феномен психики это феномен психики. Здесь очень сложно провести границу между тем, что мы хотели найти и что увидели. Я говорю только об этом. Смотрите, мы же исследовали, например, в случае эффекта заенца или плацебо. мы исследовали излечение от болезни. Но на самом деле мы не сумели проверить, лекарство ли лечило. Мы получили ответ совсем не тот вопрос, который задавали. Я иллюстрировал только эти проблемы. То, что задавая целый ряд вопросов, мы очень часто получаем ответы, которые трудно отделить, а на этот ли, собственно, вопрос мы ответили. Или на огромный круг других. Проблема в этом. Психика порождает много всяких разных продуктов. Она очень многомерная. И поэтому вычленить из этого ответ ровно на тот вопрос, который мы задавали, крайне сложно. Это и есть артефакты. То есть, когда мы исследовали одно, а получили другое, как в случае с форером, они думали, что мы исследовали их личность, а на самом деле мы ни черта не исследовали. В этом проблема. А считаете ли вы психологию наукой? Я прокомментирую. 15 лет назад в экономической науке начались серьезные дискуссии, что экономика не является наукой, если сравнивать с физикой, математикой, химией, то есть более такими аналитическими чистыми науками. Есть гипотеза, есть теория, есть результат, можно провести эксперименты. В случае с экономикой есть куча параметров, которые невозможно отразить в моделях, и результат от них существенно влияет. В вашем случае результат исследования в принципе получить невозможно, потому что невозможно проводить эксперименты. возможно. В данном случае мы с вами выходим в поле философии, в котором обсуждается вопрос, что есть наука, что нет. С определенностью можно сказать одно, что художественный метод познания мира, религиозный метод познания мира вероучением как-то качественный, и мы это понимаем, от метода познания мира, который предлагает, например, та же самая экономика. Совершенно очевидно, что в этой модели культуры экономика намного ближе к физике и к математике, чем к религии и к художественной литературе. Если понимать дефиницию науки так же широко, то психология, как и все общественные науки, есть еще социология. Напоминаю, там проблем не меньше. И экономика, и все остальные. Наука. Если мы начинаем расставлять дефиниции как-то иначе, то возможно по-другому. Но мне кажется, что если расставлять их иначе, то мы вместе с водой ребеночка выплескиваем и что-то очень важное теряем. Этот подход познания мира, ну для меня, это так называемые критерии Попера, то есть критерии фальсифицируемости. Если что-то можно фальсифицировать, если фальсифицировать нельзя, то не наука. Ну просто я не знаю другого критерия, который был бы более-менее общепринятым к понятию наука с тех пор. Вот для меня это так. Вопрос вот как раз по поводу религии. А как соотнести человека в религии и в нерелигии, и соответственно его психологию и исследование этого человека и там возможно... Давайте разделим. Религия – это социальный институт все-таки. Вероучение – это вероучение, а религия – это более-менее социальный институт. Они во многом пересекаются, а во многом нет. Для меня, как для психолога, ну и может быть человеку гуманитария, я вообще никакого конфликта между наукой и условно-религиозным взглядом не вижу. Нет для меня этого конфликта. Я не вижу ни одной точки, в которой бы этот конфликт возникал. Это совершенно разные инструменты культуры нацеленные на – это важно – эмуляцию наших психологических процессов. В конечном итоге любое познание – это социальная эмуляция. Напоминаю, мы не знаем, как психологически переходит в социальную. Понятно слово эмуляция, да? Имитация наших внутренних процессов. Научный подход – это во многом эмуляция того нашего психологического процесса, который называется мышление. Он есть, его можно измерить, он существует. Подход веры, религиозный подход – это во многом эмуляция нашей эмоционально-сексуальной сферы, наше переживание, наше чувство. Вот мы верим просто в человека. Ну, сейчас метафора, да? Мы говорим, мы его любим. Все. Не обсуждается. Точно так же и там. Это эмуляция других наших внутрипсихологических процессов. В этой связи я никакого конфликта не вижу. И этот исторический конфликт как бы между религией, я говорил, церковь отдаёт. Это конфликт социальных институтов. Это конфликт основного института церкви, института научного учреждения. Этот конфликт совершенно понятен. И знаете ли, опыт жизненный, особенно в общественных науках, показывает, что во многих наших научных учреждениях, ну, я бы сказал, людей с холостического склада такого, в общем, иногда побольше, чем в ином храме. Такое тоже бывает. Это тоже правда. Спасибо большое.